Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Видное ТВ. Об основных событиях Ленинского городского округа расскажу я, Олеся Попова и мои коллеги. Далее коротко о главных темах выпуска. 8 июня в России отмечают День социального работника. Это профессия не для всех. Это нужно иметь опыт, нужно иметь терпение, любовь к людям. В Центральном парке города Видное дан старт цикл мероприятий с книгой в Лену. Много лет библиотеки на летние каникулы предлагают детям большую такую интересную программу по чтению. На базе «Казачий дозор» состоялись соревнования по конному спорту. Вы получаете медаль, главу, кубок. 8 июня в России отмечают День социального работника. Эту сферу деятельности выбирают люди с добрым сердцем и открытой душой. Ведь для своих подопечных они становятся не только помощниками, но и настоящими друзьями. О своей благородной профессии в нашей съемочной группе рассказала Светлана Ларина. Рабочий день Светланы Лариной, как и любого другого социального работника, начинается с похода в магазин и аптеку. За три года деятельности в этой службе она уже наизусть знает перечень любимых продуктов и необходимых лекарств для всех своих подопечных. Наши получатели со временем, вот у меня своя группа, они становятся частью моей семьи, потому что мы очень тесно общаемся. Я знаю все их нужды, все потребности. Кому в поликлинику надо, кому лекарства выписать, какие продукты кому где покупать с учетом их достатка, с учетом их хронических заболеваний, какая жирность – это тоже для них все очень важно. По образованию Светлана медицинская сестра всю жизнь посвятила этой профессии и только совсем недавно решила сменить место работы, но осталась верной своему истинному призванию – помогать людям. Это с первого взгляда кажется все просто, но на самом деле эта профессия не для всех. Это нужно иметь опыт, нужно иметь терпение, любовь к людям, проникнуться в своих получателей, быть им полезным, понимать, что им нужно. Как отмечает героиня нашего сюжета, людям старшего возраста нужно внимание. Им хочется общаться, делиться новостями и историями из прошлого. Каждому подопечному она старается найти свой индивидуальный подход. Очень доброжелательный человек, безотказный. Иногда вот даже у меня нога болела, она помогала. И этот массажик сделает, и мазь какую-то порекомендует. Светлана Ларина отмечает, что круг обязанностей работника сферы социального обслуживания достаточно широкий. Поход в банк для них это сложно, некоторым трудно добраться до поликлиники самостоятельно. У нас также в центре есть социальное такси, которое мы предлагаем своим получателям для поездки в поликлиники и по их нуждам. Несмотря на то, что работа занимает большую часть ее времени, Светлана не забывает и о своей собственной семье. Ее надежная поддержка и опора – сын, дочка и внучка, которой недавно исполнилось 8 месяцев. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно ЭТВ. В помощи социальных работников зачастую нуждаются пожилые люди, особенно те, которые страдают нейродегенеративными заболеваниями и деменциями. Об этих проблемах мы поговорим с гостем нашего эфира Мариной Аникиной, кандидатом медицинских наук, врачом, неврологом, дементологом. Здравствуйте, Марина. Расскажите для начала, насколько вообще эта проблема актуальна в нашей стране? Эта проблема актуальна и в стране, и в мире в целом. Самая частая деменция – это болезнь Альцгеймера. И мы ждем по прогнозам научных исследований, что количество людей, которые страдают болезнью Альцгеймера, удвоится к 2050 году. Сейчас уже насчитывается более 30 миллионов человек, страдающих этим заболеванием. А с чем связано то, что удвоится количество больных людей? В том числе с тем, что медицина стала более успешной, длительность жизни увеличилась, и поэтому количество людей пожилых каждый год увеличивается. Марина, расскажите, какие советы вы можете дать родственникам людей, которые страдают этими заболеваниями? Во-первых, нужно прежде всего установить диагноз. И надо заметить, что у вашего близкого родственника начинаются какие-то проблемы с памятью, с вниманием, с речью, с владением приборами какими-то, с оплатой счетов. Все то, что раньше человек делал достаточно просто, не потребовалась ваша помощь, а теперь он регулярно прибегает к вашей помощи. Конечно, самое частое это переспрашивание. И на это больше всего обращают внимание, потому что это немножко раздражает. Вроде мама, пап, я тебе только что уже сказала. А пожилой человек еще раз и еще раз спрашивает о чем-то. Повышение тревожности, повышение раздражительности. Иногда даже какая-то немотивированная агрессия со стороны пожилого человека, обидчивость. Все это маркеры того, что нужно обратиться к врачу. Но не просто к врачу, а к тому, кто занимается проблемами деменции. Расскажите, вы один из организаторов встречи, которая проходит с людьми больными, альцгеймером, деменцией. Для чего нужны эти встречи? Как они проходят? Для чего нужны? Поскольку пациенты в целом становятся более изолированными, они боятся куда-то выходить без посторонней помощи. Не всегда у семьи находится время и условия для того, чтобы организовать достойный досуг пациенту с любой деменцией. Во-вторых, есть психологические еще тормоза. Семья часто очень боится, что заболевания близкого человека будут заметны, что последуют какие-то вопросы. Или просто хочет оберечь человека от расспросов. Мы помним тебя вот такого, а теперь ты вот такой. И такие люди иногда не выходят годами из дома. И это, конечно, ужасная проблема. Это ухудшает их эмоциональный и интеллектуальный статус. Встречи, которые были организованы фондом Альцрус под личной инициативой президента фонда Александра Щеткиной, сейчас известны во всей России. И мы очень рады, что таких клубов, Альцкафе, клуб Незабудка, становится больше. Сейчас, конечно, большинство клубов открыто в Москве. Это такие временные площадки. Часто задействуются какие-то досуговые центры, центры единого окна, там, где проходит очень часто московское долголетие и подмосковные программы. Пока в Московской области мы первый клуб, который открывается. И самая ближайшая встреча, наше открытие будет как раз 12 июня в 12 часов в усадьбе Тимохова-Саласкина. Нам предоставили площадку. Мы очень рады этому. И мы ждем наших гостей. Расскажите, какая программа? Просто общение или, может быть, еще какая-то медицинская помощь оказывается там? На этих встречах мы принципиально не говорим ни про заболевания, ни про какие-то услуги, патронажные центры, которые принимают, естественно, участие в организации на благотворительных основах. Но здесь нет никаких встроенных услуг. Здесь исключительно мы планируем, что наши семьи будут отдыхать, что они будут приходить со своими мамами, папами, дедушками, бабушками, которые смогут пообщаться, выпить чай, попеть песни, участвовать в мастер-классах. В этом мероприятии, которое будет, у нас будут специальные гости. Это певица Юлия Харибава. Вести мероприятие будет Ника Вишневская, телерадиоведущая. И мы ждем гостей СМИ, в том числе в рамках, в формате этих встреч у нас всегда есть фото- и видеосъемка. Для чего? Потому что удержать воспоминания очень сложно. Даже нам, у нас что-то стирается в форме с памяти. Представляете, люди, которые страдают деменцией. Для того, чтобы поддержать эти воспоминания, мы все это делаем в фотоотчет, выкладываем их участникам, для того, чтобы семья могла распечатать те фотографии, которые интересны. И, например, неизначально помнить. Помнишь, мы вот были в прошлом месяце и пойдем в этом месяце. Это будут определенные положительные эмоции и континуум этих эмоций. Важно, что это не разовое мероприятие, а это мероприятие ежемесячное. И мы ждем, что нашими волонтерами будут известные люди, в том числе известные люди Ленинского района примут участие. А также наши друзья, тоже которые занимают разные совершенно позиции в социальной сфере. Это и адвокаты, и врачи, и юристы, политики, которые очень рады нас поддержать. И будут по мере возможности приходить и надевать майку волонтера и просто участвовать в этих встречах. Очень благородная такая инициатива. Действительно, и хорошо, что в нашем городском округе такая возможность появилась. Спасибо большое, Марина. Я напоминаю, что у нас в гостях была Марина Аникина, врач-невролог-дементолог. В Центральном парке города Видное дан старт циклу мероприятий, которые носят название «С книгой в лето». Их цель – напомнить детям и родителям, что каникулы вовсе не повод перестать читать. На первом мероприятии побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Лето, лето, танцы дал угроз. Лето, лето, радуется вся планета, а у нас веселые каникулы. Ура! Опустили школьные кабинеты, ребятня и взрослые потянулись в парке. И вполне логично, что именно здесь стоит устроить представление, главная цель которого еще раз напомнить маленьким зрителям о пользе чтения. Сегодня день телеграмма! Да ты, дурявая, панама! Ай, сегодня день! Дырка у вас голубая! Ладно, значит, вот, девушки, ну, Кобяков, быстро учить книжки, книжки читать! Праздник приурочен к 350-летию со дня рождения Петра Первого. Актеры театра, студии «Игра» и сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили для ребят песни, игры и различные викторины. Пять быков дают 10 литров молока. Корова! Пять быков дают 10 литров молока. Ноль. Пошли варианты ответа. А сколько дадут молока 10 быков? Считать умеете? О, так получается. 20 литров дадут. Так, еще версии. В одну только Центральную детскую библиотеку в Видном записано более 4 тысяч детей. Летом традиционно количество посетителей падает, а значит, стоит совместить чтение с другими не менее полезными занятиями. Много лет библиотеки на летние каникулы предлагают детям большую такую интересную программу по чтению, включающую в себя мероприятия, встречи, просмотры мультфильмов, какие-то квесты. То есть очень большая. Мы работаем с детскими оздоровительными лагерями, и сегодня как раз открытие этого праздника. Стоит напомнить читателям, что сейчас библиотеки округа работают по летнему расписанию. С понедельника по субботу с 11 до 19 часов. Воскресенье выходной, последний четверг месяца – санитарный день. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В горках Ленинских новая, на этот раз выездная экспозиция под названием «Лошадь Эквус Иппос». Ее заповеднику предоставил природный архитектурно-археологический музей Дивногорьи из Воронежской области. Лошадь Эквус Ипос – название грациозного животного на русском, латыни и греческом. Уже много веков незаменимый помощник и спутник человека. Но знаете ли вы, что ее предок был не выше современной домашней кошки? Об этом и многом другом можно узнать на новой выставке, открывшейся в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Она нам предоставлена музеем-заповедником Дивногория, который находится в Воронежской области. Музей этот архитектурно-археологический и на его территории обнаружена стоянка древнего человека. И на этом месте проводились неоднократно археологические раскопки. Археологам удалось обнаружить орудия труда наших предков, а также большое количество костей древней лошади. Они легли в основу новой выставки, насчитывающей более 250 экспонатов. Здесь вот мы видим ногу лошади. И этим костям около 14 тысяч лет. Также здесь представлены древние кости, допустим, лошади, но разного возраста. Сравнивается кость лошади берцовая, бедро лошади с бедром сурка. Но жемчужиной экспозиции является единственной в мире целый скелет древней лошади. Не верится, что этим костям уже 14 тысяч лет. Последняя фаланга пальцев. Лошадь, ее предки, они ходили на пальцах. И потом вот это вот происходило модификация. У лошади очень большой череп, но основу его составляет именно челюсть. Потому что лошадь, она постоянно ест. Кстати, о том, чем лошадь питалась и питается, также можно узнать на выставке. Уникальность экспозиции в ее интерактивности. Например, с брую можно не только рассмотреть, но и потрогать. А с помощью ростомера можно определить, с какой лошадью вы одного роста. Например, я немножко повыше, чем Коппернгаген, но еще не доросла до орловского рысака. А вот самой высокой лошадью в мире признан жеребец Сэмсон породы Шайр, рост которого достигал 2 метров 19 сантиметров. Древняя прародительница рода Рагипус была, как современная кошка, всего 35 сантиметров в холке. Также посетители выставки смогут покачаться на лошади-качалке и подковать коня. Так называется интерактивная игра. Ну а тем, кто интересуется историей и археологией, будет интересно узнать, как все эти экспонаты были найдены. Этому посвящен целый ряд стендов. Выставка будет работать все лето до 11 сентября. Не пропустите. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И в продолжение темы. На базе «Казачий дозор» состоялись соревнования по конному спорту. Организаторы постарались охватить как можно больше любителей верховой езды. Участвовали и дети, и взрослые. Хорошим настроением способствовала солнечная погода. Подробнее о мероприятии расскажет Юлия Пагасьян. Оксана Катасонова верховой ездой занимается 4 года. Говорит, началось все с конного похода. Тогда и поняла, что лошади для нее – это способ отвлечься от повседневной суеты. Вообще общение с лошадьми – это очень успокаивает. Ну и с одной стороны успокаивает, с другой стороны тонизирует. Стимулирует к самодисциплине. Надо уметь управлять собой, и если ты управляешь собой, ты можешь управлять лошадью. На базу «Казачий дозор» Оксана, как и остальные наездники, приехала, чтобы принять участие в соревнованиях по манежной езде. Взрослые дети показывали свои навыки умения управлять лошадью, исполнять разные аллюры. В каждой из возрастных категорий победители наградили ценными призами. Вы получаете медаль, грамоток, кубок, розетку для своей лошади. Это обязательно, мы очень любим. Это радость просто безумная, это удовольствие, это энергия, это просто непередаваемые ощущения. Проведение таких соревнований было бы невозможным без участия представителей Видновского станичного казачьего общества, которые каждому мероприятию стараются привлекать волонтеров. Приходят дети заниматься, и взрослые приходят, помогают также организовывать праздники, мероприятия. Если бы не это количество людей, которые у нас собираются, наверное, было бы тяжело делать своими силами такие мероприятия. Потому что все-таки мы делаем охват, привлекаем максимальное количество, да, и хотим сделать мероприятия красочными, яркими, большими. А мероприятия казачьего дозора и правда всегда красочные и большие. В этот раз здесь бесплатно можно было сделать аквагрим. Рядом работала ярмарка продажа аксессуаров и кормов. Юлия Погасен, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Качественно отдохнуть летом можно не только на природе, но и в городе. Позагорать, искупаться в морской воде и расслабиться в саунах и спа можно прямо в центре нашего города. Аквакомплекс «Термовидное» приглашает гостей. Чтобы искупаться и освежиться в летнюю жару, вовсе не обязательно уезжать за город или лететь к морю. Для жителей нашего округа работает аквакомплекс «Термовидное». Здесь можно поплавать в бассейне под открытым небом, позагорать в удобных шезлонгах и даже искупаться в морской воде. Наш комплекс полностью готов к летнему сезону. В данный момент у нас работают три бассейна. Детский бассейн с горкой надувной, пресный бассейн 25 метров и бассейн «Мертвое море» с большой концентрацией соли, где можно полежать на солнышке и позагорать прямо в бассейне. Здесь есть все для качественного отдыха и взрослых, и детей. Для малышей, не умеющих плавать, можно арендовать надувные круги и жилеты. Юные гости с удовольствием катаются на надувных горках и играют в песке. За безопасностью на воде постоянно следят спасатели, чтобы родители отдыхали спокойно. Мы здесь первый раз. Я сегодня приехала со своей дочерью. Нам очень здесь понравилось. Очень заряжает энергией, атмосферой. Очень радушно, солнечно. Чувствуется приход лета. Мы как будто бы на курорте. Нам здесь очень нравится. Спасибо городу Видному за такой курорт. В комплексе «Термовидное» работают кафе и бар. Посетителям предлагают угоститься неаполитанской пиццей, сытными бургерами и вкусными десертами. Постоянных гостей этим летом удивит новое гриль-меню. В зонах отдыха можно устроить полноценный пикник. Голодным отсюда точно не уйдет никто. В нашем комплексе есть уникальные продукты, такие как наша пиццерия и бургерная, где он делает по авторским рецептам бургеры и неаполитанскую пиццу, которую здесь, видно, больше нигде нельзя покушать. Даже в летнее время в комплексе «Термовидное» продолжают работать парные и сауны на любой вкус. Травяная, гималайская, мультикаменная, нефритовая, хамам, сахара, русские парные, а также комната соляного тумана. Любителей жаркого отдыха приглашают на индивидуальные и массовые парения, которые проводит профессиональный банщик. В банном комплексе предлагаются бесплатные групповые парения, проводятся массовые опахальные парения с разными ароматами, с травами. И также есть индивидуальные программы парения, пилинги и спа-программы обертывания, шоколадные, дары моря с водорослями и парения дубовыми и березовыми вениками. Чтобы расслабиться и зарядиться энергией, гостям предлагают посетить спа-комплекс. Детям будет интересно попробовать пилинги рыбками, а взрослых приглашают на массажи и обертывания. Кроме того, в комплексе термовидное работают лицензированные косметологи, которые подберут каждому необходимый комплекс процедур. Желающих весело провести время, устроить себе мини-отпуск и зарядиться энергией, ждут ежедневно с 8 утра до полуночи. Олеся Попова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова